Ну что, собственно, ребят, привет! Это Даады, мы находимся также в Алмате. И сегодня у нас будет обзор табака Кобра, то есть такой маленький концерн. Все это мы снимаем, наверное, в одном из лучших магазинов Алматы. Это Huka Service Kazakhstan. Находится он по самому обычному адресу. Это Сифулина Маметова напротив Эсперанзе и всеми известного ночного клуба Фрайдэй. Так вот, давайте, собственно, поговорим о Кобре и что это вообще за продукт. С ним я познакомился на выставке на Huka Club Show 18. Я подходил к этому стенду, мне Илья говорит, попробуй. Ну, он меня так подъебал, знаете, я попробовал. Все думаю, ну, прикольно, так крепость тоже прикольная. Оказалось, что это бестабачная смесь, кроме, конечно же, линейки La Muerte. О ней мы сейчас поговорим. Теперь давайте разбирать все по маленьким полочкам. Что это такое? Учитывая то, что сейчас рынок начинает полностью насыщаться акцизными товарами, то есть акцизным табаком, и потихонечку весь без акциз уходит, либо акцизируется на легальную основу, да, то на рынке начинают появляться бестабачные смеси. А самой первой такой именно чайной смесью был табак, тоже от компании Point Art, и назывался он Чабака. Они тоже взорвали на прошлой выставке, но канули в небытие. То есть ребята пропали вообще, и о них сейчас ничего не слышно. Закончился тур Егора Чегридова, собственно, да, и на этом все закончилось. Так вот, на рынок выходит Кобра. То есть, да, Кобра это змея, как бы, и мы сейчас будем ее душить, да. Такое название было у одного ролика. Так вот, что касается линейок, здесь есть их три, и каждая они разный по своей крепости, и если вы успели заметить, то линейка Virgin и линейка, как она у нас называлась, а, стойте, 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 давайте, так, Virgin, Virgin. А как они у нас делились-то, я что-то не помню даже. Я знаю, что вот это ламуэрте, а, у меня же есть здесь, Virgin, Original и ламуэрте. Собственно, Virgin, она не имеет акциза так, как и не имеет акциза Original, но ламуэрте имеет акциз. То есть, это у нас бестабачная смесь на основе чая, и, походу, чаек сейчас все конкретно начинают дрочить хорошо. Вкусов очень много, вкусы самые интересные, но я выбрал такие более необычные. Это имбирь хабанера, это пряный грот, и это односолодовые виски. То есть, два алкашки, две алкашечки, собственно, и один имбирь. Потому что сейчас идет маленький фидбэк в группах, там, в чатах Телеграма, и многие почему-то говорят, что имбирь очень крутой. И имбирь мы забили специально на фольге, это у нас линейка ламуэрте, и она у нас полностью на табачной основе. Ребята дали вот такую вот бумажечку и сказали, да, пожалуйста, ее не потеряй, потому что все, что они мне до этого присылали, я все как бы из них терял, и ничего не мог, собственно, объяснить. Давайте посмотрим, что такое имбирь хабанера, и как производитель его в этой бумажечке, собственно, расхваливает, да, подлизывает своему же табачку. Так, он у нас, получается, ламуэрте. Это взрывной и яркий аромат имбиря, жгучего, как перец хабанера. Достаточно одной затяжки, чтобы он стал вашим любимым имбирным вкусом. Но будьте осторожны, он коварен, чем кажется. Охуенно, да, прям вообще, прям интригует, да? А второй вкус, это у нас односолодовые виски, но это не, скорее всего, виски по запаху, по крайней мере, с пачки, а какое-то дешевое пойло, коньяк и все остальное, да? Но посмотрим, что о нем пишут производитель. Вспомните мягкий шотландский виски с фруктовыми и пряными нотами в аромате. Настоящий подарок всем ценителям добротного односолодового, который откроет огромный простор для миксологии. Ощущение, как будто только что выпил хорошего виски, но, скорее всего, по факту будет, как будто я выпил 10% виски, а остальное бармен мне чаюхи набодяжил туда, чтобы по цвету соответствовало. И, собственно, последний вкус, это у нас линейка Virgin, это пряный грот. Тоже выбрал алкогольный вкус, получается, это ром с гвоздикой, душистый, ром с гвоздикой, душистым перцем и медом. Напоминает Глинтвейн, правда? Ну, хуй его знает. Вот только грот, это популярный напиток британских моряков и пиратов. Именно на основе рома не так важно, где и когда вы решите им насладиться. Ваш грот создаст теплую атмосферу и уют всегда и везде. Ну, то есть, собственно, нигде по факту правды не написано этих вкусов. Написали бы, ну, блядь, получилось так хуёвенько, но курить можно. Нет, у них всё идеально, всё хорошо. Собственно, погнали. Сейчас мы попробуем, наверное, начать с самой лёгкой линейки. Это Virgin. По крепости она идёт на три. Троечка такая, я вообще не понимаю, что такое три по вкусу. То есть, тройка на вкус. Это, по идее, должен быть воздух, да? А также, если обратить внимание на пачечки, допустим, да, здесь 3,70, то 3 – это номер, то есть, крепости, да, это троечка, а 70 – это номер вкуса, и они подразделяются. Погнали. Думаю, у нас всё прогрелось. Это у нас Virgin, вкус, пряный грот, и стану ли я пиратом, либо шотландцем, непонятно. Первый вкус, который я сейчас почувствовал, даже во время раскуривания, это кока-кольные желешные мишки. Как бы гротом ни капли не отдаёт вообще. Да, это желейные мишки, вот стопудово это желейные мишки. Прямо вот кока-кола. Что касается именно вот этого эффекта накуривания, что учитывая, что тут используется не табачное сырье с, собственно, своим органическим никотином, да, но этот табачок имеет свою крепость, и курится он не как какие-то камни, какие-то гели и какие-то фрукты, да. Но, не знаю, по крепости, да, есть, троечка, как бы есть, она чувствуется там совсем, но ты не воздух куришь, как бы, да. Но вкус явно не соответствует заявленному. Даже сейчас ещё раз, бек, прочитаю, что это за вкус у нас. Ром с гвоздикой, нет, это кола с гвоздикой, я бы больше это отнёс. Давай теперь подойдём к нашей средней линейке, это оригинал. У нас здесь вкус односолодовой виски, и я прям говорю, что по запаху это коньяк коньяком казахстанским. А вот вискарик, да, я ошибся. На самом деле у Кобры, скорее всего, будет будущее, потому что, ну, я прокуривал, как бы, некоторые вкусы ещё дома. Довольно-таки прикольно, интересно. То есть курить можно, смешать с чем-то покрепче тоже можно. Но оригин, хотя он написан, что он на пятёрочку, он начинает сильно давить на горло, прям, либо ароматикой, либо прям конкретно никотином. Собственно, с виски мы разобрались, и теперь идём к нашей третьей, это самая крепкая уже табачная акцизная продукция. Это ламуэрте, вкус имбирь хабанера. Я её специально набил, забил на фольге, и сейчас я буду кашлять, я знаю. А, нет. Всё-таки семёрочка, здесь реально семёрочка. Да, имбирь чувствуется на входе, а на выходе такая, знаете, чёрный молотый перец. Интересный вкус, но вот чего-то всё равно не хватает. Табак, сука, какой-то пустой. Ну, это, скорее всего, то, что здесь используется чай, да? Но ламуэрте-то на табаке, но как будто вот он именно сделан на чае, а вот эти две сделаны на табаке, потому что они давят сильнее. Но, скорее всего, это просто вот это как там, жидкий никотин, да, самый популярный термин. Жидкий никотин, всё, ебать, химия, жидкий, блядь, никотин, нахуй. Да, имбирь интересный. Что касается вообще этого продукта на рынке, и я думаю, что он, если он просуществует нормально, да, и ребята будут стараться его продвигать, то он останется на рынке, потому что у него очень низкая цена. То есть за Virgin 80 рублей за 50 грамм, за Original 120 рублей, и за ламуэрте 240 рублей. Это охуительная цена, я думаю, считают так. Так же он акцизный, он безникотиновый, и в любой коляне он будет просто лежать, и до него хуй кто когда в жизни доебётся, потому что, во-первых, вам сразу компания Point Art является официальным дистрибьютором этого табака, вроде бы дистрибьютором, да, или сейлером, или кем-то ещё, то они, соответственно, сразу на них выдадут как бы все документы сопутствующие, чтобы вас не ебали вот так вот всякие проверки. Что ещё охота сказать про этот табак? Всё равно это как пиво безалкогольное, да, и гурман, пивной гурман, когда пробует безалкогольное пиво, он всё равно называет это хуйнёй. То же самое, что и любители именно покрепче, они назовут это хуйнёй и скажут, фу, хуйня. Вообще на рынке сейчас много таких табаков, особенно было на выставке. Это Дали, это Пюр, это Кобра, и ещё пару продуктов были, которые тоже сделаны. А, ну и Чабак, соответственно, тоже. То есть рынок насыщается вот этими продуктами. Что ещё хотелось бы сказать такого про этот продукт? Мне он нейтрально понравился. То есть курить его можно, но не так, чтобы я, вау, бля, Кобра охуенная, сейчас забью себе Кобру. Нет, просто хороший продукт на рынке с хорошей подноготной, то есть с упаковочками. А вот эти пакеты это дерьмо. Пакеты реально дерьмовые, они выглядят очень дёшево. Но, как заявила компания PointArt, они специально сделали первую партию, именно выставочную прому в пакетах, чтобы отслеживать распространение этого табака. Возможно, мы увидим в дальнейшем баночки, коробочки и всякую такую дребедень. Ну и, собственно, всё. Табак Кобра, три линейки. Это Дава Дым, это магазин Хука Сервис Казахстан. И это город Алма-Ата. Всем пока.